Дорогие друзья, в Белоруссии умер Станислав Шушкевич, автор той самой Беловежской пущи. Ну, один из авторов, но именно он предложил это местоположение для незаконного, подлого и предательского развала Советского Союза. Впрочем, помер Максим, да и фиг, как говорится, с ним. Есть новости куда интереснее. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Боложенный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья, я в этом нуждаюсь реально. И описание подскажет вам, как это сделать. И добавлю там же в описании, вы найдете ссылки на три телеграм-канала. Обязательно подпишитесь на все три, потому что там я говорю о графине, о всяких других вещах, которые Ютуб очень не любит. Вот, а телеграм пропускает. Обязательно подписывайтесь, друзья. И между тем, власти Москвы потребовали доступ ко всем камерам всех ночных клубов столицы. Маленькая деталь, но, видимо, это надо, чтобы преступность там уменьшать и так далее. Или, чтобы взять под контроль все так называемые серые зоны столицы. Вот, ну, пару слов о религиозной тематике. Главный раввин столицы Пинхас или Пинхас Гольдшмидт уехал из Москвы. Вот, оставил там заместителя какого-то и уехал. Куда, зачем, как бы не сообщается, но момент интересный, особенно после того, как Сергей Лавров, я цитирую его самого и частично сказал, что самые яркие антисемиты – это представители этого самого богоизбранного народа. Простите меня, уважаемый Ютуб, и так далее, за то, что я цитирую министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Вот, может быть, это совпадение, что он так уехал. Между тем, у патриарха РФ, РПЦ Кирилла в миру Гундяева, все очень хорошо со знанием истории. Настолько хорошо, что ЕС даже собирается его внести в санкционные списки. А что же у него такого с историей? В одном из кремлевских соборов, выступая на Радоницу, кстати, поздравляю вас всех, братья и сестры, патриарх Гундяев заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Блин, я когда вот это вот слышу, у меня крышу начинает сносить. Я даже не буду напоминать о том, что мы до сих пор пока еще самая большая страна мира, несмотря на все их чьяния по собиранию земель русских. Вот. Но, ну как бы, они сами все к нам пришли и присоединились, да? Вот. Достаточно вспомнить советскую эпоху, русско-финскую войну, когда Россия напала на Финляндию, Советский Союз, простите, напал на Финляндию. Но это было сделано в целях, чтобы... Ну да ладно. А до этого Тухачевский напал на Польшу, по-моему, в 28-м году. Но этот маршал настолько позорно прогадил войну, что сотни тысяч советских солдат были заморены дружественными, в кавычках, поляками в концлагерях. Заморены голодом, пытками. Поляки очень нас любят. Вот. Сколько таких было ненападений нашей Родины, и перечислить трудно. Ну что ж, достаточно глянуть на новейшую историю. Когда это там было, да, у нас тут пару месяцев назад, ненападение очередное. Ну да ладно, это просто вызывает чувство глубочайшего отвращения. Вдобавок ко вчерашнему ролику я хочу вам сказать, что в Германии пиво будет дорожать на 30%. И связано это с тем, что пиво делают из злаковых, а злаковые поступали в Германию из России и, прежде всего, Украины. Вот. И не зря глава МВД Германии предупредила немцев о том, чтобы они готовили запасы. Кроме шуток, всё серьёзно. Вот. И напоследок, дорогие друзья, маленькие достижения энергетиков РФ. В Финляндии финская компания Феннавойма расторгла контракт с Росатомом на постройку атомной электростанции Ханхикиви-1. Вот так вот расторгли. Дорогостоящий дико наверняка контракт взяли, просто расторгли. С чем это связано? А? Не знаю. И, чтобы очевидно восполнить такие вот пробелы, РФ сейчас ведёт активные переговоры с Нигерией и Марокко для постройки газопровода из Африки в Евросоюз. Ну, чтобы хоть так восполнить падение Газпрома. Что такое падение Газпрома? Это то, что Турция запустила из Азербайджана в обход России трансанаталийский газопровод, который бывший советский газ, а до этого газ Российской империи, а азербайджанский ныне, и уже турецкий, можно сказать, будет качать и уже качает в Европу. Пытаются такими вот нелепостями победить. Добавлю, друзья, вишенка на торте. Прибыль от продажи биоматериалов из РФ в мир превысила прибыль от Газпрома. Это было в прошлом году. Сейчас, боюсь, данные еще более устрашающие. И речь идет не только о останках абортированных младенцев, а много чем еще. Наверняка о серых продажах органов, изъятых у людей, не знаю, с согласия, без согласия. Какая же это гнусь! Какое же там страшное дело творится при этом жутком людоедском режиме. Что ж, друзья, грядет очередная репетиция парада 9 мая в Москве. Прогонят снова военную технику, в том числе танки Т-14 «Армата». Замечательные, кстати, танки. Действительно крутая разработка с необитаемой башней, с заряжающими устройствами, которых в американских Абрамсах, к слову, нет. Вот уже барьеры выставляют для безопасности. Ну, дай бог, чтобы все прошло хорошо. И как бы то ни было, это наша память, это наша гордость, победа, ее надо чтить. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание видео подскажет вам, как поддержать мой труд. Я в этом реально нуждаюсь, тружусь я реально сам по себе и на свой страх и риск. Вот, и мне очень-очень тяжело и нужна ваша поддержка. И добавлю, там же в описании вы найдете ссылки на три телеграм-канала. Подпишитесь на все три, они будут выдавать несколько разную информацию. И уже выдают вовсю. Я работаю и там, и здесь. Что ж, помогай нам всем Бог, друзья. Я верю в то, что Россия будет свободной и счастливой. И верю, что скоро. Вот, к слову, в телеграме вышел мой новый ролик, который в ютубе я выкладываю. Просто не решусь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok